Доброго времени суток! С вами Тимофей Андреевич, канал Дни города. Канал о том, как бывает еще. Поскольку я приехал в гости, ну опять же не в город, а в поселок, под гордым названием Октябрьский, мне очень тяжело говорить, потому что в данный момент вылупляются перепелки, эмоции просто выше крыши. Хотел записать ролик... Ой, пикают они, ой, пикают. Хотел записать ролик в... Как ее зовут-то? В музыкальную грамоту. Музыкальную грамотность. О журналистах, о критике, о мнениях людей. Была такая история. В Красноярске как-то раз у какой-то группы, сейчас я уже не припомню, в конце 90-х годов, брали интервью и журналист спросил, а в каком стиле вы играете? На этот вопрос ребята стушевались и, в общем, ну, как-то замялись и не смогли толком ответить. И потом в бумажном издании этот журналист написал, что ребята даже не знают, что они играют. В чем мораль этой истории? Если ты журналист и находишься на рок-концерте, фестивале или просто концерте группы, ты должен хоть как-то маленько в музыке-то понимать. И в каком стиле играют ребята, должен устанавливать ты. Определять и устанавливать. Потому что, а кто ты тогда? Что ты за журналист такой, если ты не понимаешь в теме своего репортажа? Мало кто понимает, да, почему так вот это было все написано, откуда ноги растут. И ребят просто опозалили. Это очень некрасиво. Очень некрасиво. Так что, если где-то вы прочитаете примерно репортаж о каком-то музыкальном фестивале примерно с такими же темами, да, и такими же высказываниями, вы можете написать в газету, что у вас просто неквалифицированные журналисты. Нужно понимать, где ты делаешь репортаж, на какую тему ты делаешь репортаж и какая у тебя специализация. Если ты журналист и идешь на какой-то рок-концерт, ты хотя бы должен разбираться в музыке, тупых вопросов не задавать. Еще раз скажу пояснение. Пояснение простое. Оправдание тех самых вот ребят молодых музыкантов. Они творцы и они издатели. А вы, остальные люди, да, зрители, они потребители этого искусства. Как это должно быть? Одни делают, другие потребляют. Правильно? Правильно. Так вот, издатели музыки не должны знать, в каких рамках они это все делают, как это все называется. Они просто творят. Вот и все. А вот в каком стиле они играют, как раз и должны определять критики и журналисты. Понятно? Вот такие вот дела. Всех люблю. Целую. Павлик. Думайте, что говорите и говорите то, что думаете. Все, давай. Люблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...